Вячеслав, ходили слухи, что 9 июня вы подеретесь с Максимом Бабаневым, что пошло не так? Ну, я в принципе готов, как бы. Что-то у организаторов не срослось. Так, был бы хороший бой, всю страну порадовали. Тем более Бабанин избил Фьюри Тайсона. Ну, все бы мои хейтеры порадовались бы, наверное, когда он бы попробовал избил меня. Но все-таки у меня был бы шанс на мою колхозочку. Все-таки там не было бы 100% избиения. Так, 99-98. Вы еще надеетесь на этот бой, то, что он состоится? То есть тут просто чисто из организаторов, да, все получилось с тобой? Ну, пока перенесли на более поздний срок, а там будет видно. Вячеслав, ну я не могу не спросить. Вы наверняка смотрели бой Александра Емеляненко против Вершова. Какие чувства у вас вызвали данный поединок? Странные. Саненька, короче, надо готовиться. Санне нельзя отдыхать. Ну, многие говорят о том, что Александр Емеляненко все. Вот как вы думаете, он все, либо у него еще есть шанс? Шанс есть у любого, всегда. Ну, Шаньку, конечно, тяжело этим шансом воспользоваться. Но шансы есть. Вы не раз говорили о том, что вам без разницы с кем драться. Вот если бы вам предложили подраться против вот такого Александра Емеляненко, то вы бы вышли с ним подраться? А зачем? Смысл. Ну, как бы мы уже все вот эти у нас конфликты и споры у нас уже решены, урегулированы. Я с Саньком нормально общаюсь, он там по телефону иногда звонит мне. То есть, как бы у нас все вот эти разборки и недопонимания уже закончены. То есть, конфликты нету. Ну, скажи, что вы созвонились, о чем вы вообще разговариваете? То есть, вы ему даете какой-то совет, либо о чем вообще разговариваете? Да ни о чем. Приглашал просто в спортзал позаниматься к нам. А он что-то ответил? Пока не готов. Ну, вообще, вы считаете, что вот выпускать Александра Емеляненко в таком состоянии, это преступление? То есть, все же понимают, что многие зарабатывают на этом просто деньги. Ну, в том числе и Саня зарабатывает на этом деньги, он за счет этого живет. Не выпустить его, это уже преступление. Вот. Как бы, ну, то, что Саньку надо лучше готовиться, я совершенно согласен. Ну, график и жесткий режим. А у вас есть желание ему помочь? Вот если он к вам обратится, скажет, либо вы к ним, может быть, обратитесь как-то помочь ему? Я его и приглашал к нам в спортзал, чтобы он приезжал, занимался у нас в зале. Ну, а вы вообще верите, что он к вам приедет и скажет, Вячеслав, я готов? Да, зачем мне верить? Ну, если Саньку надо, ну, набрать форму, восстановиться, то почему нет, он возьмет да приедет. Ну, если он не готов, ну, как бы, ему лучше отдыхать. Ну, будет отдыхать, своим делом заниматься. Это, как бы, зависит чисто от желаний Санька. А желания, они имеют свойство меняться на ходу. А вас удивила реакция Федора Ямеляненко, который сказал, что, ну, Саня сделал свой выбор. Вот, и вообще ожидать о том, что Федор еще поможет ему. И на какой вы стороне? То есть, чтобы все-таки Александру помочь как брату, либо тут уже бессмысленно что-то протягивать, руку помощь и так далее. Ну, только что, Федя живет своей жизнью, ему, ну, чихать на брата, и тем более чихать на то, что там что-то помочь. А то, что его выражение, вот там, врачей там под суд, которые допустили Санька. Ну, а ты что, его кормишь, ты его содержишь, ты ему помогаешь. Санек живет за счет боев. Он получает единственный доход только от боев. Ну, содержи его тогда, а не пеняй на врачей. Санек привел себя более-менее в порядок. Ну, вышел на бой, ну, проиграл, выиграл независимо. Он получил денег, хотя бы он на это живет. Ну, да, может отдохнуть, гульнуть, бухнуть. Как бы, не без этого, это как бы, у него уже такая, есть дурная привычка. Ну, блин. То есть вам позиция Федора непонятна по отношению к своему брату? Да не, она понятна, ну, че. Языком чесать, не кирпичи ворочать. Рамазан Исмаилов предположил, что Александр Емеляненко может спасти реабилитационный центр в Дагестане. Там борются против алкозависимости. Как вы думаете, вообще гуманно ли отправлять человека, да, вот сейчас в таком состоянии туда, с учетом того факта, что там все-таки, как говорят, жесткие методы? Ну, жесткие методы, хорошие методы. Только жесткие методы и нужны для жестких парней. Он, в принципе, там уже рядышком, в Ингушетии, проходит реабилитацию сейчас. То есть сейчас Александр уже восстанавливается, по вашей информации, да, получается? Да, восстанавливается. Будет готовиться, тренироваться. Продолжение следует...